Добрый день, меня зовут Покси-Дени Виктория, я заместитель директора компании Макатрейдинг. Сегодняшнюю пресс-конференцию мы собрали с целью донести информацию к новому руководству ГФС о работе руководства Одесской таможни. По информации, которая есть у нас, на сегодняшний день руководство Одесской таможни лоббирует интересы по таможнному оформлению определенных брокеров, которые работают на Одесской таможне. Один из этих фактов очень хорошо просматривается по работе в таможенном оформлении ткани. Ни для кого, кто связан с этой сферой, брокера-экспедиторы абсолютно не является секретом, что примерно 90-95% рынка ткани, которая импортируется в Украину, оформляется на одном и том же таможенном терминале, в МО1, таможенный пост Черноморский. Также ни для кого не является секретом, что любой брокер, другой, который возьмет в оформлении, в обслуживании себе клиента, который импортирует ткань, подпадет под определенное давление стороны таможни. Это давление проявляется в разных формах, как правило, это досмотры, это отбор образцов, это постоянные проверки, которые ставятся, как правило, штучным образом. Это все делается только с одной целью, чтобы сроки оформления именно ткани были затянуты, чтобы брокер предоставлял некачественный сервис, чтобы брокер попадал на какие-то дополнительные расходы, чтобы ему было неинтересно брать в оформление именно эту группу товара. Мы считаем, что мы как участники рынка, как компания, которая предоставляет такой же сервис, считаем, что руководство таможни, что отделы таможенные, что таможенные брокера должны руководствоваться только таможенным кодексом. И в случае, если брокер взял любую, абсолютно любой груз в оформление, в том числе и ткань, заявил его правильно, согласно таможенному кодексу, согласно всех остальных правил, то не имеет права никто из руководства, ни из инспекторов, не имеет права штучным образом давать какие-то команды, штучным образом задерживать и лоббировать интересы только одного брокера. На сегодняшний день это является глобальной проблемой, и я считаю, что руководитель Одесской таможни, Передарей Владимир Всеволодович, не может не замечать, что у него на одном терминале, вся ткань, которая приходит в Одессу, вся оформляется на одном посту. Не замечать это невозможно. То есть это нужно либо абсолютно не заниматься своей таможней, чтобы не видеть этого, или нужно быть в этом заинтересованным. Как по информации, которая распространена в этой сфере, то и руководитель Одесской таможни заинтересован в этом, поэтому он и лоббирует это. И поэтому он лоббирует оформление одним брокером, при этом давит на других брокеров, которые хотят взять, у которых появляется клиент с определенной категорией товара. Нам, мы бы хотели, чтобы новое руководство, пришедшее, обратило на это внимание. Повторюсь, мы как участники рынка, и достаточно большие участники рынка, нам не интересно, чтобы руководство таможни лоббировало каких-то отдельных брокеров. Все должны работать согласно таможенного кодекса. И хотели бы, чтобы нас услышало руководство таможни, обратило на это внимание, провели служебное расследование. По аналитике будет видно, что ткань оформляется на одном терминале, следует на одних и тех же импортеров, экспедируется одними и теми же экспедиторами. Это сделать абсолютно несложно. У нас, как у стороны бизнеса, нет доступа в таможенную базу. У любого инспектора, особенно у руководства, есть доступ в таможенную базу, где можно вытащить, наверное, за какой-то недлительный период, не так сложно, вытащить аналитику. Посмотреть, куда следует вся ткань, на каких импортеров она оформляется, что не может быть случайностью то, что 95% ткани импортируют каких-то 3 компаний или 4 компании в Украине, и оформляют там один или два брокера, экспедируют тоже один брокер. И еще оформляется оно все на одном таможенном терминале. Вчера мы провели небольшой пикет под стенами ГФС, где, в принципе, заявили то же самое. Мы зарегистрировали официальное обращение в ГФС от нашей компании, от представителей инициативной группы, о том, чтобы было проведено служебное расследование, и о том, что мы бы хотели синистрировать встречу с новым руководством таможни. Вся информация, которая есть у нас, как у участников рынка больше 20 лет, мы готовы поделиться, потому что у нас есть круг большое общение, мы в этой сфере ежедневно, всю информацию, которая необходима с нашей стороны, мы бы готовы были предоставить. И сегодняшнее наше заявление также дублирует вчерашнее. Мы очень надеемся, что руководство ГФС обратит на нас внимание, услышит нас, и мы получим от них обратную связь. И то, что на сегодняшний день происходит на Одесской таможне, будет прекращено, и люди, брокера таможенные, экспедиторы, все начнут работать согласно таможенного кодекса, а не интересов определенного руководства таможни. У меня все. Вопрос. Да. Можно задавать микрофон, да? Виктория. Получится микрофон, пожалуйста. Добрый день еще раз. Виктория, меня зовут Дмитрий, корреспондент Униан. Вопрос следующий. Вы говорите о том, что руководство Одесской, соответственно, таможни задерживает грузы и так далее, создает, скажем так, искусственные проблемы. А можете ли вы прокомментировать, знает ли о проблеме, знает ли о существующем нюансе назначенный руководитель государственной таможенной службы Максим Нефедов. То есть доведено ли до его ведома это, и, возможно, он уже давал какие-либо комментарии по этому поводу, и если он не в курсе, какие ваши действия непосредственно по отношению к Максиму Евгеньевичу, то есть как вы собираетесь доводить его ведома? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я не могу быть уверена в том, что его ведома это доведено, так как он должность занимает не так давно. До этого, это наш не первый пикет, мы также проводили около месяца назад такой же пикет, еще при старом руководстве таможни. Мы официально регистрировали заявление, на которое официального ответа, к сожалению, мы на сегодняшний день еще не получили, но согласно кодекса у них есть сроки на ответ, они еще не вышли, поэтому мы ждем. Вчера мы зарегистрировали новое официальное обращение, там где уже был и Максим Нефедов Максим, и Гутенко Денис, мы зарегистрировали официальное обращение, и надеемся, что официально они нам также дадут ответ. Сегодняшняя наша пресс-конференция, это больше, если вчера мы это письменно сделали, сегодня мы говорим это устно, для того, чтобы максимально быть уверены, что к ним это дойдет, и мы надеемся, что вот такие наши активные какие-то обращения приведут к тому, что мы все-таки получим и служебное расследование, и результат этих обращений. Одну секундочку, можно мы тогда, Саша, включать? Трансляцию, мы видео-склюем. Вы говорили, что есть другие брокеры, вот берутся за оформление тканей, то им всячески затягивают сроки, а сколько это может быть? То есть, если, скажем, не такой брокер возьмется на это дело, сколько он может? Это может длиться две недели, три недели, четыре недели. Сроки нет такого, что это определенно один день, или три недели, или четыре недели точно. Максимально у таможни есть возможность делать дополнительные проверки с любым грузом, не только ткань, но с любым абсолютно грузом, который находится в таможенном оформлении. Таможня имеет право досмотреть его, отобрать образцы, провести проверку таможенной стоимости товара, провести проверку номенклатуры, то есть правильность подбора кода. Максимально, что можно задержать, максимально этот груз задерживают. Это и лаборатория, это и выгрузки. Выгрузка приводит не только к задержкам в оформлении, выгрузка приводит еще к тому, что товар портится. Ткань это не тот товар, это не оборудование, которое при выгрузке никак не повреждается. Ткань действительно повреждается, она как правило светлого цвета. Когда мы выгружаем ее на рампу, это делают грузчики, она лежит какое-то время на рампе, потом обратно загружается туда. Ее распаковывают для того, чтобы отобрать образцы или просто для того, чтобы посмотреть на нее. Она приходит к клиенту уже в абсолютно, не совсем товарный вид имеет. Клиенты, соответственно, таким сервисом недовольны. Тут даже не в сроках, дело в том, что они получают мало того, что свой контейнер через 3 недели или через 4 часа, как у нас согласно таможенного кодекса, таможенное оформление длится 4 часа. Клиент получает не за день, день в день свой контейнер, получает через 3 недели его или через 2 недели. Открывает контейнер, там испорченный товар. У брокера тоже остается свой негативный осадок, потому что у него были допросходы на выгрузку, у него были допросходы на простой машины, на которой стоит контейнер. Простой машины стоит в среднем 40 долларов за сутки. С второго дня начинается 40 долларов. Можно посчитать, сколько примерно брокер платит за то, что таможень инициирует досмотр, выгрузки, перегрузки, лаборатории, проверки, дополнительные формы контроля. Брокеру это стоит только за то, что машина стоит 40 долларов. Плюс ему стоит еще заплатить грузчикам за то, что грузчики работу делают физическую. Заплатить за рампу, которую они используют во время выгрузки. Это все в совокупности получается от 500 до 1000 долларов расхода на один контейнер. Конечно же, ни один импортер не будет работать с таможенным брокером, у которого декларация стоит 1000 долларов. Декларация на рынке Украины стоит 100 долларов. Это хороший обычный стандартный брокер. Все допросходы, которые появляются, брокер, если перевыставляет на клиента, говоря о том, что это со стороны таможни была инициатива какие-то проверки делать, то клиент не будет работать с этим брокером, потому что знает, что есть другой, у которого за день это уедет, и вот этих 900 долларов, 300 долларов, 400 долларов разницы у него не будет. Соответственно, это сервис. Сервис брокер не предоставляет таможенный, экспедитор не предоставляет, клиент уходит. В этом, в принципе, и заключается вся, наверное, работа того, чтобы лоббировать именно оформление у одного брокера. А в чем, то есть, ну, как бы, вы знаете или подозреваете, в чем, как бы, выгода тех, кто организовал вот такую, скажем, схему, когда 90% ткани оформляется, грубо говоря, там, одной компанией, да, или там, ну, сколько, в одном месте. То есть, ну, в чем, в чем здесь выгода, чья? То есть, они же все равно, как бы, те, кто оформляет, они же все равно получают какие-то деньги за, предоставляют услуги? Ткань, сама группа, ну, группа товаров ткань имеет, там, три, грубо говоря, вида пошлины. 0%, 5% и 8%. Когда оформляется именно на ВМО номер один ткань, ткань приезжает, подается временная декларация, по временной декларации отбираются образцы, образцы должны следовать в лабораторию. Почему отбираются образцы? Потому что брокер говорит, что я не знаю, какая там ткань лежит, 0%, 5%, код, или 8%. Я отберу образцы, повезу их в лабораторию, а лаборатория даст заключение, и какое даст заключение, под такой ставкой пошлины я и оформлю этот контейнер. Образцы отбираются, увозятся в лабораторию, по дороге эти образцы меняются, процентов 70-80, наверное, ответа в лаборатории о том, что эта ткань под 0%, независимо от того, какая она действительно в контейнере. Соответственно, это на каждом контейнере от 800 до 1000 долларов в платежах разница, которую себе оставляет брокер, который оформляет на ВМО один эти грузы. Наверное, этих денег с каждого контейнера хватает для того, чтобы заинтересовать и руководителя таможни, и еще кого-то, кто там по дороге участвует в замене и всем остальном. Это мы озвучивали уже и месяц назад, мы озвучивали это и вчера. Это сделать также несложно. Нам это сделать сложнее, аналитику провести, потому что у нас, повторюсь, нет доступа к таможенной базе. У инспекторов, у руководства, у них есть доступ к таможенную базу. Они могут посмотреть, что на ВМО номер один оформляются все практически ответы лаборатории под 0%. Ткань процентов 80 или 70, которая заезжает туда, оформляется под 0%. Соответственно, разница бешеная на каждом контейнере. При оформлении 100 контейнеров с разницей в месяц, к примеру, 100 контейнеров на каждом разница была 1000 долларов. Вот, наверное, минимальная прибыль, которую может получить брокер, оформляющий там. Он один. А можно уточнение? Вот вы сказали 0%, 5% и 8%. Это имеется в виду пошлина при ввозе ткани в размере, в процентах таможенной стоимости? Да. Я правильно понимаю? Да, да, да. То есть, грубо говоря, я правильно понимаю, что если происходит подмена образцов, и не взимается пошлина, и все это сконцентрировано в одном месте, то за счет этой схемы, грубо говоря, бюджет недополучает, как вы говорите, там, около 1000 долларов. С каждого контейнера, да, конечно. С каждого контейнера. Да, конечно. А сколько в год таких контейнеров, чтобы представить себе объем? Есть какие-то цифры? Честно сказать, я аналитику не знаю, но все, что, ну, вот такую, чтобы там, я сказала, что у меня есть там информация, я запрашивала официально в таможне информацию, у меня такой нет. Но, как говорят в нашей сфере, да, то это от 100 до 300 контейнеров в месяц. То есть, это достаточно, ну, немаленькое количество и достаточно немаленькие деньги, которые должен был получить бюджет. Может, это не вся ткань, там, под 8% и под 6%, но точно не вся под 0%. А можно еще вопрос? Уточнение. Вот вы сказали, что через этот один ВМО ввозится практически 90% ткани. Да. То есть, ВМО находится в порту. А, то есть, я, скажем, через другие пункты пропуска или таможни, там, на западной хранице ткань не заводится? Контейнеры заходят в Одесскую, они могут зайти в любой порт. Южный порт, Ильичевск, Рыбный порт, в Одесский порт, неважно, куда заходит контейнер. ВМО номер один, это таможенный терминал ИВТ, он находится в Ильичевске. Это не является пунктом пропуска, это внутренний терминал оформления, таможенный терминал. Все контейнера, которые оформляет брокер, который работает там, съезжаются, неважно, в какой порт они зашли, съезжаются на один таможенный терминал, а там уже происходит таможенное оформление. То есть, с границы они просто выезжают и съезжаются сюда, на один терминал. То есть, если контейнер заехал, например, в Николаеве, есть там, то все равно он оформляется в Одесский? Ну, если этот клиент, который импортер, да, груза этого, который заехал в Николаев, захочет, чтобы его оформлял именно этот брокер, то, конечно, он поедет на ИВТ. То есть, это все происходит, по сути, внутри одной таможни, у которой есть один руководитель. На всей территории Украины такое, ну, по крайней мере, я не знаю, потому что у нас нет, наверное, представительств везде, и мы так глубоко не участвуем в этом рынке во всех регионах. Именно в этом регионе это происходит именно так. Еще один вопрос разрешите. Виктория, подскажите, а вы обращались в правоохранительные органы, и какие комментарии, возможно, они давали? То есть, вы говорите, что коммуницировали с государственной финансовой службой, с таможенной, соответственно. А были ли какие-то обращения, заявления, ну, допустим, органы прокуратуры, либо же нас, полиции, СБУ и так далее? На сегодняшний день мы никуда не подавали заявление, только по той причине, что мы еще ждем ответа от первой нашей регистрации в ФС. Когда выйдет срок, у нас есть еще одна регистрация. Если мы не получим никакой обратной связи, то, конечно, мы будем инициировать проверки с других служб. Есть такая служба, как, ну, в первую очередь, наверное, ДБР, да, Державное бюро расследований, куда стоит обратиться, чтобы они провели это расследование. Наверное, следующим шагом нашим будет это. Но я считаю, что таможенный брокер должен сотрудничать с таможенными органами, и на сегодняшний день мы на этом еще этапе. Мы надеемся, что руководство сегодняшнее новое, да, ГФС, не заставит нас, не вынудит нас обращаться в какие-то дополнительные службы для того, чтобы все-таки каждый брокер мог работать согласно таможенного кодекса, а не согласно интересам руководителя, да, там, Одесская таможня, к примеру. Да, у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.